Реклама Действительно, если вы хотите продать товар, покажите животного и ребенка, и он успех вам обеспечен. При работе с животными возникает множество трудностей, особенно если задействован не один четвероногий актер. С первого дубля эпизод снимается крайне редко. А во времена Советского Союза организация Госкино выдавала в два раза больше кинопленки, когда снимался фильм с участием животных. Мы снимали ролик для одного из агентств недвижимости Кетеринбурга. У нас было в ролике 4 кошки. Началась съемка, и кошки оказались вместе в одном помещении. Начали все друг на друга шипеть, царапаться, ругаться и так далее. Пока хозяйки договорились, какая кошка взаимодействует, ушло много времени. Получилось, что мы снимали вместо 8 часов, полчасов 14 этот ролик. Но это стоило того. После рекламного агентства мы отправились в парк. Здесь нам удалось познакомиться с владельцами собак, снимавшихся в рекламе. Как оказалось, процесс съемки иногда может избавить животное от фобий. Так случилось с собакой Светланы. Собака у нас очень раньше боялась детей. Девочка очень боялась собаку. И в процессе съемки они пытались друг от друга постоянно отползти. Поэтому у нас стояло, наверное, человек 5-6 вот так по кругу, и друг к другу их подпихивали все время. Зато после этого собака перестала к детям относиться. Собаки северных пород традиционно популярны у заказчиков в нашем регионе. Это связано с климатом, а также со схожестью хаски и маломутов с волками. Именно по этой причине питомцы нашей зрительницы Анастасии были выбраны для съемок не рекламы, но клипа одной из музыкальных групп Екатеринбурга. Собаки должны были сыграть скрытую натуру главного героя ролика. В какой-то момент он видит в отражении зверя, но это волк. И волк его начинает вести по определенному пути, чтобы главный герой нашел себя. Выход видеоклипа мы ждем в конце октября. Собака должна бежать на камеру. Как это сделать было? Быстрее собаки не пробежишь. Поэтому мы садились в багажник машины вместе с оператором и ужали от собаки. А собака бежала за машиной и была... Работа с животными всегда связана с неординарными подходами к актерам. Ведь им нельзя просто сказать... После сигнала изобрази необходимые эмоции. Поэтому иногда четвероногим актерам и хозяевам дают домашнее задание. Рекламщики как бы вышли сами на нас. То есть был звонок, мы встретились, показали, что такое жесткошерстное. Он им очень понравился. Они сказали, вот вам две недели, попробуйте задание, чтобы он приносил купюру. Ну буквально уже на второй день мы его научили этому. То есть он брал и приносил. Большие, маленькие, домашние, дикие. Животные делают рекламу милой, смешной, забавной и, главное, эффективной. С местными звездами рекламной индустрии вас знакомили Катерина Швалюк, Юлия Шлентова, Николай Банько, Утренний экспресс. Катерина Швалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк. Катерина Шалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк, Юлия Шалюк.